Друзья, всем привет! Меня зовут Анастасия Шнайдер, вы на моем канале про моду, шоппинг и модные перешествия. Мы сейчас с вами находимся в Копенгагене. Хочется вам показать, что можно найти в магазинах. Если у вас мало времени, вы приехали на несколько дней в Копенгаген, ничего нет лучше, чем быстро зайти в крупный магазин и посмотреть все сразу. Так у вас будет полное представление о том, что представлено на рынке датского дизайна. Сейчас мы с вами пойдем в один магазин, самый главный, самый люкс, самый, наверное, буржуазный магазин Копенгагена, который называется Илю. Здесь есть несколько входов в этот магазин по всем сторонам света. Здание очень современное, здесь не так уж много мест, не так уж много этажей. Очень компактно в этом магазине расположилось большое количество марок люкс среднего ценового сегмента, поэтому мы сейчас начнем с наш визит. С самого начала, вернее, с самого верха перенесемся сразу в японский магазин, который называется Муджи. Итак, друзья, на последнем этаже, начинаем нашу прогулку именно с последнего этажа, находится магазин Муджи. Это японская фирма, они производят очень много всего, начиная от одежды, заканчивая посудой, продуктами питания, всякими хозяйственными штуками. Сейчас вам быстренько покажу в каждой из этих отделов. Женская одежда, здесь очень базовый, минималистичный, лаконичный. Гардероб вы можете собрать, но ткани все безумно классного качества, все гарантировано производителям японским, безусловно, у них качество всегда хорошие одежды, но по стилю это именно минимализм, именно база-база и минималистичный крой. Очень большой выбор джинсов, еще здесь огромный выбор тельняшек, просто невероятный. И по ценам, в принципе, достаточно доступный, в районе 10 евро выходит одна тельняшка. И вот они бывают с разными волосками, видите, молочного цвета, есть белый цвет, и также однотонные, тоже есть вот такие топы, вдохновленные именно таким традиционным костюмом, как кимоно. Вот здесь такие накидки, то есть здесь любителям Японии есть где разгуляться. Кудутая куртка кимоно, шикарная, просто шикарная. Они все в одном размере представлены, и здесь вот в двух цветах, в таком цвете, с более мелкой полоской и с более крупной полоской. Вот, например, мужская коллекция плащ, супер плотный, я не знаю, здесь просто невероятно плотная ткань, очень классический плащ, тоже такой японский-японский, как мне кажется. И, ну, мужская коллекция такая же, как женская, очень базовая, пуховики, трикотаж, спортивные костюмы, пижамы, брюки. Ну, в общем, все, что можно найти, в принципе, в других магазинах, но здесь очень сильное японское, конечно, влияние. Еще раз повторюсь, очень много вот таких азиатских воротничков, мау, брюки вот такого типа. Также здесь есть, например, брюки рыбака, фишермен бэнс. Еще интересен отдел с разными штуками для ухода за собой. Они, конечно же, настроены на то, чтобы экологично все у нас было в мире. Здесь средства для мытья. Также очень удобная здесь система для путешествий, они продумали очень классную систему для ранжирования и для организации именно дома всего. То есть можно отлично все организовать, пространство эффективно очень. И вот дома можно в такой контейнер все уложить, различного размера эти контейнеры, от маленьких до достаточно крупных. И все очень удобно, все друг к другу подходит, можно все отлично уложить. Это подушечки для путешествий. Вот также для путешествий тоже показано наглядно, как можно все упаковать и какие виды чемоданов подо что подходят. А здесь тоже система того, как можно все уложить в чемодан, очень эргономично, очень эффективно. И какие решения они предлагают для этого. Дорожные сумки, различные чехлы, все-все-все-все-все. Здесь супер классно, супер удобно. Также в отделе Муджи есть еще кафе. Здесь можно выпить японские традиционные чаи. Здесь также выпечка традиционная японская. Но что здесь самое классное, это выход на балкон. Можно поприветствовать Копенгаген. Посмотрите, какой шикарный вид на крыше открывается здесь. Здесь очень тихо, так классно можно съесть, выпить кофеек, посидеть, отдохнуть. Друзья, я вас быстренько мельком ознакомила с этим брендом, японским брендом Муджи, который встречается во многих европейских городах. Надеюсь, когда-нибудь он дойдет до России. И здесь, конечно, в соотношении цена-качество просто великолепно. Еще раз говорю, базовая одежда. Очень качественная, добротная, в японском стиле, в японском минимализме. Ну, мы с вами идем дальше смотреть на одежду и будем смотреть с вами также обувь. И спускаемся вниз в самое-самое логово моды. Перед нами открывается обувной рай. Сейчас я вам покажу, какие модели, которые просто мне понравились и интересными я их нахожу. А потом мы с вами посмотрим на модное дело. Здесь есть, конечно же, очень много скандинавских брендов представлено, поэтому тоже на них посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Здесь челси просто великолепная. Просто обалдеть, какие красивые, как конфетка. Есть еще вот такие сапоги короткие, светло-голубые, с ментоловой подошвой. Тоже безумно красивые, невероятные просто. Это отдел Ганни. Они задают очень много модных трендов. И посмотрите, здесь лоферы представлены без задника и с ярким элементом в виде пуговицы со стразами. Друзья, я думаю, что это будущее следующих сезонов. Многие бренды могут повторить подобную модель, когда речь идет именно о лоферах без задников. И готовьтесь к тому, что мы будем внедрять яркие элементы в обувь, именно такие, как стразы. Вот в таких сапогах челси с прорезиненной подошвой. Ну, а челси здесь резинка. Конечно, назвать это челси сложно. Это все-таки сапоги. Но такая, да, у нас идет гибрид между двумя видами обуви. Вот в таких сейчас сгоняет очень большое количество девчонок в Копенгагене. Очень модная и актуальная модель не только от Гани, но и других брендов. Но модель именно такая. Обнаружены какие-то совершенно огненные сапоги с квадратным мысом. Посмотрите, как он выполнен. Очень геометричный такой срезкий срез. Супер качество выделки кожи. Это блестящее, но не лаковое. Они асимметричные. Видите, они обрезаны асимметрично, неровно. Внутри тоже кожа. И это от Илье Вагабон. Здесь также представлены другого типа. Вот такие полуботиночки черные, молочные. Такого типа, как сапоги с таким же активным срезом, но уже более короткие. И тоже асимметричные. Переходим к одежде. Но мы посмотрим с вами на то, на что мы не можем с вами посмотреть в других магазинах. Например, тотемы. Известные платки, да, тотем. Очень они знаковые. Многие бренды повторили такого типа. Принт. Кожа безумно красивого цвета. Также есть леггинсы. Куртка кожаная. Супер классный жакет. Смотрите, с карманами. Просто обалденный. И здесь очень классная деталь, кстати. У него на рукавах вот здесь идут разрезы. Дальше идет шерсть, купальники. Шерстяные брюки. И мне кажется, просто идеальные. Вот такие пушистые шарфы махеровые. Невероятно приятные на ощупь. Вот это брюки, мне кажется, просто идеал. Черных брюк шерстяных на осень. Просто супер. И их я вижу как раз вот с этой блузой. Просто фантастика. Она золотая. Она очень классная, невероятная. Вот, кстати, дутики, которые сейчас тоже растереживало большинство масс-маркета. Основные цвета коллекции здесь черный, серый, белый. Дальше идет бежевая гамма. Немного желтого цвета сливочного масла. Дальше идет деним синяя, да? У нас всплеск. Немного зеленого хаки. И все. Вот вся коллекция. Друзья, это Нанушка. Мы знаем, что она славится своими изделиями под кожу. Здесь есть очень большой выбор тоже и современных, смотрите, актуальных, с актуальным воротником свитеров и пальто укороченных. И, конечно же, изделий под кожей. Но на что я хочу обратить ваше внимание, это вот на этот материал. Мне кажется, это какой-то супер великолепный материал. Он очень гибкий. Посмотрите, он с дырочками. И он как гармошка. Он сжимается и разжимается. Образован он переплетением лент. Там, скорее всего, еще и резиночки. Но он просто какой-то фантастический. Это вот платье из такой ткани. Это просто невероятно. Что-то невероятно суперклассное. И такая же есть еще и водолазка. Я не знаю, если вы любите этот бренд, если вы его себе покупаете. Вот на эту вещь я просто обращаю ваше внимание. Обязательно ее нужно купить. Она просто бомбическая, космическая. И какая-то невероятно классная. Я смогла устоять. Быстро примерю несколько вещичек из татен. На мне эта блуза, на которую я сразу обратила внимание. Она просто шикарная. На 70% вискоза, на 30% синтетика. Но она не предстает от этого быть просто великолепной. Посмотрите, какой красивый принт. Какой богатый, роскошный абсолютно принт. Такая же жаккардовая блуза. По размеру на мне XS. Она идет, смотрите, плечи на мне сильно нормально. Но в принципе я ношу S. Но так как плечи сильно на место, мне кажется, даже на размеры меньше можно надеть в принципе без проблем. Внизу брюки. 95% шерсти и 5% волоса. Они просто невероятно крутые. Они немного колятся, совсем немного. То есть для чувствительных людей вряд ли подойдут. Но они выглядят тоже великолепно, роскошно и супер дорого. Кто ищет классические черные брюки именно в таком исполнении, друзья, я вам их настоятельно рекомендую. Потому что они супер классные. И в принципе по составу тоже нареканий нет. Поэтому вот такие брючишки. К сожалению, опять-таки черные вещи очень сложно демонстрировать. Особенно в освещении, когда не очень хорошая в примерочной. Конечно, я нашла луч света, который направлен на меня, чтобы показать вам вещи в лучшем виде. И здесь цвет тоже очень красивый, цвет сливочного масла. Акцентом здесь всего комплекта выступают эти кожаные брюки. Великолепные, просто невероятно крутые. Мне очень нравится, как они обычно сделаны наверху. Вот здесь, посмотрите, здесь нет места для пояса. Здесь есть вот такой маленький микрокармашек. Совсем очень интересная деталь. Сзади тоже идут карманы. Но карман здесь идет заниженный. Видите, он идет на нижней части ягодицы. Визуально, конечно, это не лучшее решение, мне кажется, дизайнерское. Потому что визуально оно немного искажает ягодицы. Качество кожи вообще без вопросов. Очень красивый, опять-таки, цвет, повторюсь. Брюки идут с внутренней подкладкой. И внизу хотелось бы здесь иметь более спортивную обувь. Мне хотелось бы, например, что-то видеть прям совсем спортивное. Чтобы сбавить немного этот градус от кожи и от этой рубашки. Но рубашка уже тоже задает определенное настроение. Более расслабленное. Кстати, рубашка тоже, друзья, просто шик. Очень круто. Она состоит на 98% шерсти, 2% эластана. Достаточно тонкая. Прямо действительно тонкая. Но при этом супер теплая. Она согревает. И в ней очень комфортно. Но тоже немножко колется. Поэтому, опять-таки, так же, как и те брюки. Это примерно одинаковый материал. Для тех, для кого это принципиально, наверное, не советую. Но сама по себе рубашка просто великолепная. Тоже просто сразу видно, что рубашка дорогая, качественная и достойная. Достойная вещь, как некоторые любят говорить. Но, в общем, да, друзья, этот комплект в целом выполнен, конечно, из дорогих материалов, таких как кожа, великолепного качества шерсть. Сделана, кстати, вот сама рубашка в Литве. Ну и, друзья, не смогла удержаться, чтобы не примерить на ножку тот самый топ, который вам показывала. Здесь, конечно, суперсистема. На мне размер XS, S не было, M не было, был только L. Но L для такого типа вещей, конечно, совсем бы не подошло. Мне казалось, что он бы совсем исказил внешний вид. Хотя, возможно. Здесь тоже искажают вид с двух сторон защиты. Здесь все серьезно, чтобы не увели. И сделано это все из полиэста переработанного. Здесь есть внутренний слой, подкладка такая очень мягенькая. Очень необычно и интересно. Это из тех вещей, которые тоже делают наш стиль. Очень длинные рукава. Посмотрите, такие гипертрофированные длинные. Она такая очень как чешуя. За счет этих очень гибких элементов, которые меняют свое направление, которые как раз таки дают эту гибкость, эластичность и облегание. Очень интересно. И по ощущениям, и по тому, как вещь эта себя ведет. Но, конечно же, я бы хотела померить свой размер, как минимум, чтобы посмотреть, как она будет сидеть. Потому что XS, конечно, маловато. Надо было бы взять, наверное, S-ку или M, но, к сожалению, опять-таки, их нет. В общем, друзья, не могла не поделиться. Фактура у нее просто фантастическая. Поэтому показываю вам ее. Этот бренд я очень люблю. Называется он Bauman Fairgarden. Сложная для произношения названия, конечно. Очень люблю их безумный дизайн, сочетание цветов, то, как они пользуются принтами. И то, какие идеи они предлагают именно в сочетаниях. Очень такой скандинавский бренд во всем. И в дизайне, и в стилистике. Посмотрите, например, да, блуза в цветочный принт, в ретро-цветочный принт. Соединена с абсолютно спортивной шапкой, с жилетом, и с джинсами тоже немного в ретро-формате. Я у этого бренда люблю очень платья. Они очень красивые, всегда очень необычные, как, например, вот это платье. Такая замечательная джинсовая юбка. Кажется, что как будто бы она выполнена в технике пэтчворк. На самом деле это принт. Она просто отсылает нам именно к этой технике, но такой не является. Это бренд, который называется Custom Made. Посмотрите, как здесь много страз, много блеска в пуговицах и в элементах, но при этом сам дизайн очень лаконичный. И вещи здесь представляют собой такую комбинацию, опять-таки, достаточно простого дизайна, но при этом они супер женственные, супер романтичные, я бы сказала. Да, в современном исполнении. Вот простые, вот смотрите, это обычная льняная футболка, но здесь есть пуговицы яркие. А вот про романтичные, это про вот это все. Посмотрите, это многоярусность, это принты в цветочек, очень много цвета. Шикарная, кстати, кожная юбка. Вот такая блуза, например, с огромными рукавами, фонариками. И тоже здесь принт идет, и цветочек, и горошек, и трапировка, и все-все-все. Вот тоже. Я надеюсь, что вы уже примерно представили себе, что это за бренд такой по стилю. Это очень красивая, тоже очень нежная вещь. Очень крупные пуговицы, очень красивый принт, цветочный. Он такой очень, мне кажется, романтичный, романтичный. Вот, кстати, платье с решелье. Кстати, несмотря на то, что мы находим сейчас в зимнем сезоне, оно и выглядит как осеннее. Здесь и цвет такой достаточно осенний, темно-бежевый. И оно очень плотное, сам хлопок очень плотный. Это платье, которое мы с вами только что посмотрели в зале. Вот как оно сидит на манекене. Дальше полосатые колготки и просто грубые лоферы на ногах. Вот, кстати, вот такой принт сейчас тоже очень популярен в Копенгагене. Очень многие девушки ходят в одежде в таком принте. Также носят одежду в технике петчворк. Здесь тоже, смотрите, прошитая курточка. Тоже супер актуальная вещица среди модниц в Копенгагене. И называется бренд Lolis Laundry. Вот как он называется. Вот по технике петчворка, то, что я вам говорила, это вот такого типа штаны. Вот вот такие тоже курточки. Супер популярная штука. Обращаю ваше внимание на обычный, казалось бы, тренч, но посмотрите, внимание, свалитесь за пуговицами. Этот бренд называется таким образом, не знаю, как его произносить правильно, либо Stein Goya, либо, скорее всего, у него есть специфическое название, подскажите, кто знает. Он мне попался, кстати, в Инстаграме. Они знают, видимо, что я очень люблю различные яркие вещи с ярким принтом, сочетанием принтов. И мне попалась контекстная реклама. По ценам, друзья, это средний ценовой сегмент. И здесь яркие очень... Ну, вы сами все видите, даже комментировать не буду. Вещи с характером, вещи необычные. Вот здесь есть, смотрите, платье в клетку из пайеток. Супер. Брюки из органзии тоже красивые, очень яркие, необычные. И вот здесь таких вещей очень много, очень много принта. Также яркие неоновые оттенки цвета, смотрите, тоже. Это платье просто бомбическое тоже по наличию цвета, по взрыву цветов. Это, скорее всего, лен по ощущениям. Здесь уже вискоза с шелком, скорее всего. Посмотрим, что в Ганне есть сейчас. Жилеты, блузы. Кстати, обратите внимание на фасон этой блузы. Она уже идет без воротника, который Ганни нам придумал недавно. Вот такого типа кардигана на пуговицах. Да, то есть то, что у нас сейчас самое-самое актуальное. Короткие твидовые юбки. Длинные платья с принтами, с ретро-принтами. Посмотрите, как они классно в ретро-принт в пейсли внедрили смайл. Вот он. Здорово переработали, да? Опять-таки, сна-молнией, свитер с горлом. Длинные пальто туты. Вот как раз-таки на куртках сейчас уже есть, встречаются такого типа воротники. И я вижу, что в зале есть еще-все-еще блузы с воротниками. Вот, кстати, как здесь. Джинсовые. С более длинным воротником. Жакеты на... О, кстати, жакет очень красивый, интересный. Очень интересный жакет. С пуговицами. Здесь он застегивается вот так. Асимметричный. Очень классный. Ну вот, друзья, посмотрев на Ганни, мы можем сориентироваться, потому что будет актуально в ближайший сезон. Лоферы, ботинки прорезиненные. Все это есть. Кстати, мы говорим, если про пуховики и вдутые пальто. Вот если, мне кажется, если брать вдутые пальто, то уж такого очень интересного, необычного фасона. Посмотрите, как классно здесь заходит асимметричная деталь в зоне груди. И дальше идет оно, как обычное пальто, с одним асимметричным карманом. Тоже асимметричная прошивка идет. Вот такого типа пальто они классные. Они стоят внимания и стоят того, чтобы быть купленными на зимние сезоны. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы с вами заканчиваем наше путешествие по этому прекрасному торговому центру. Оно достаточно небольшое, но включает в себя все. И мужскую одежду, и женскую, и обувь, и сумки, аксессуары, и косметику, и даже еду. Здесь можно найти все, что вы захотите. Здесь представлено большое количество современных датских, скандинавских, и не только дизайнеров. Здесь очень хорошая подборка в плане марок, в плане той одежды, которую вы можете здесь найти. Поэтому очень рекомендую сюда заходить, если вы будете в Копенгагене, даже просто прогуляться, чтобы понять, во-первых, сам стиль датский, понять, из чего он складывается, каких деталей. Если вы его поняли и хотите повторить, у вас всегда есть возможность найти все элементы здесь. Продолжение следует...